Ну, да, здесь пришла записка, она под темой, я ее прочитаю, больше света, ну, призыв, видим, такой, больше света на римлянам 7.25, умом служу закону Божию, плотью закону греха, как это понять? Я намеренно седьмую главу обошел, вы, наверное, заметили, что мы ее не затронули. Почему? Потому что это очень большая тема, у нас нет времени на ее рассмотрение, поэтому я сейчас скажу свою мысль, и эта мысль покажется кому-то странной, кому-то она, может быть, кто-то с ней не согласится, это ваше право, вот, тем не менее, я свою мысль выскажу. Друзья, вообще послания апостолов, они переплетаются между собой, очень много тем, которые поднимаются у одного апостола, поднимаются у другого апостола. Например, апостол Иаков, когда пишет о победе над искушениями в первой главе послания Иакова во втором столбике, там будете читать когда, да, то там написано, что для того, чтобы побеждать искушение, нужно быть рожденным свыше человеком. То есть человек не способен побеждать искушение, если он не рожден свыше. Друзья, есть разные люди по разной своей силе воли, есть люди, у которых очень сильная сила воли, и они способны в себе переламывать некоторые негативные моменты. Тем не менее, даже самая сильная сила воли, она все равно имеет ограничение по степени влияния на человека. И преобразить внутреннюю природу человек даже самый сильный не может, он всегда остается грешником. Я рассказываю часто такой пример, когда однажды ко мне пришла семейная пара на беседу, ну муж и жена молодые, им посоветовали ко мне обратиться, какие-то их родственники, они верующие, а эта семейная пара неверующая. И они пришли ко мне, я спросил, в чем их проблема, а жена сказала такую фразу, вот эта женщина, которая пришла, она сказала такую фразу, мы очень друг друга любим, но жить друг с другом не можем. Вот, я говорю, почему? Они говорят, мы друг друга раздражаем. Друзья, вот такая странная ситуация, но здесь ничего странного нет, любовь у них есть, а плоть никуда не делась, да, и вот поэтому они друг друга раздражают и все такое. И они пришли ко мне за советом, и я им спрашиваю, почему обратились за советом ко мне? Они сказали, что им кто-то посоветовал. Я им говорю, дело в том, что у меня есть масса советов, и у меня есть очень хорошие советы, есть советы, которые 100% вам помогут и исправят вашу жизнь, но есть одна проблема, есть одно но, все эти советы к вам не сработают. Они говорят, почему? Я говорю, представьте себе, что есть розетка какая-нибудь американская, да, а есть оборудование, которое на русскую, например, или там на европейскую розетку, она просто туда не влезет. Да, там питание есть, да, есть возможность запитать, но не подходит, как коннектор, нужен переходник какой-то. То же самое и здесь, все мои советы, они исходят из священного писания, они духовные, а вы люди не духовные, и они к вам не подойдут. Вот эта сила Божия, которая способна исправить вашу жизнь, ей некуда коннектиться, понимаете, к вашей жизни. Вы люди невозрожденные, у вас совершенно другое восприятие. Поэтому, чтобы, если вы хотите, чтобы вам все помогло, и ваша жизнь полностью исправилась, и вы жили счастливо многие годы и умерли в один день, то, говорю, вам нужно получить возрождение, вам нужно быть человеком возрожденным, людьми верующими. Они говорят, ну мы на это не согласны, мы не хотим быть такими, мы хотим, чтобы вы нам дали парочку советов, которые нам помогут. Я говорю, ну с этой задачей лучше справится семейный психолог, вы можете к нему сходить, он там что-то попробует сделать, я могу дать пару советов, они будут иметь ограниченное действие. Что-то может поможет, но очень ограниченно все это поможет. Друзья, вот так же и в борьбе с искушениями. Если в нашем собрании сидят люди, которые недовольны своей жизнью, но вы пытаетесь исправить что-то в своей жизни, будучи людьми невозрожденными, знаете, что у вас ничего не получится, можете даже не пытаться. Вам необходимо идти к Богу для получения возрождения. Почему я об этом говорю? Потому что седьмая глава, по моему представлению, с которым я еще расскажу, некоторые не согласны, это глава о невозрожденном человеке. О человеке, который мечтает исправиться, который находит удовольствие в законе Божьем, который хотел бы делать доброго, но он является пленником закона греха и смерти. Он ничего не может сделать, потому что он продан греху. Он человек, который живет во грехе. Это человек, дух которого находится в рабстве. И в конце этой главы этот человек, гипотетический человек, вот этот я, о котором говорит апостол Павел, он вскрикивает и говорит, кто же избавит меня от этого. И конец этой главы это покаяние, то есть благодарение Богу Иисусом Христом, который избавляет. И восьмая глава начинается так, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. То есть, друзья, седьмая глава это глава, которая показывает бесполезность нравственных усилий человека, бесполезность попыток исправить свою жизнь без вмешательства Иисуса Христа, без возрождения, без того, чтобы человек мог переродиться внутренней природы. Если этого перерождения не произошло, то все твои попытки, все твои стремления, они окажутся разбитыми. Ты не сможешь вырваться из закона греха и смерти. Ты не способен вырваться. Я один раз в детском лагере привел такой пример. Мы взяли шарики воздушные, накачали их гелием и привязали к лавке. Много-много шариков были привязаны, все шарики одновременно были привязаны, ну как бы связаны в один такой вот букет и привязаны к лавке многими-многими ниточками. Лавочка стояла здесь, дети сидели здесь, светило солнышко и нитки было видно очень плохо. Я говорю, дети, почему шарики не могут улететь? Они говорят, потому что они привязаны к лавочке. Я стал резать эти ниточки, одну, вторую, третью. Шарики дергаются, дергаются наверх, но улететь не могут, потому что оставшиеся ниточки их держат. В конце концов осталась только одна ниточка, которая держала весь этот самый букет шаров, и детям эту ниточку было не видно, потому что солнце светило и было не видно. Я спрашиваю, почему шарики не могут улететь? Они говорят, наверное, держит ниточка. Я говорю, ну ее же не видно. Ну не видно, но она все равно держит. И когда мы отрезали последнюю ниточку, шарики улетели вверх. Друзья, вот так же наша природа, она нас держит. Недостаточно, кто-то вот говорит, ну я исправил какую-то часть своего характера, я исправил. Да, может быть исправил. Есть люди, которые даже бросают курить сами, да, как Марк Твен говорил, бросить курить это проще простого, я тысячу раз бросал. Вот. Друзья, кто-то может освободился от какой-то зависимости. Мы знаем людей, даже мира сего, которые действительно что-то побеждают в своей жизни. Друзья, но это всего лишь одна ниточка, которую они отрезали, и то может быть наполовину. Огромное количество всего остального остается, и оно мешает нам стремиться в небо. Поэтому, друзья, человек, чтобы ему духовно побеждать, в первую очередь он должен быть возрожденным. Я эту тему пропустил, потому что думаю, что здесь большинство возрожденных, но если вдруг и нет, если кто-то из вас еще не каялся пред Богом, не каялся молитвой покаяния к возрождению, не отдаляйте этот момент. Покаяться, друзья, нужно обязательно, нужно получить новую природу. Без нее ни о какой победной жизни речи быть не может. Друзья, а вот уже восьмая глава, она обращена к тем людям, которые, имея возрождение, не связанное с законом греха и смерти, вдруг по какой-то причине все равно живут плотской жизнью. И апостол Павел четко и конкретно предупреждает, если вы будете продолжать жить плотской жизнью, вы умрете. Вы знаете, друзья, последний пример, и перейдем к благословениям, у нас осталось буквально 15 минут времени. Представьте себе человека, который живет на улице, которого называют без определенного места жительства или сокращенная аббревиатура, бомж. Кстати, в моей жизни был удивительный случай, немножко отвлекусь, я был в Краснодаре, сидел на лавочке и смотрю, идет бомж. Идет бомж, обвешанный какими-то там, я не знаю, штуками такими своими. И он приходит, садится рядом со мной, и достает Библию, начинает читать. И я так удивился, и он ко мне поворачивался, говорит, молодой человек, а вы читаете Библию? Я говорю, да. А он говорит, а хорошо читаете? Я говорю, ну стараюсь. А этот бомж мне говорит, а скажите, пожалуйста, сколько Евангелий в Библии? Я говорю, четыре. А перечислите? Я говорю, правильно, молодец. И он мне еще пару вопросов позадавал, позадавал пару вопросов, и говорит, молодец, молодой человек, вы мне нравитесь. Открывает свою Библию, говорит, выбирайте себе трактатик, какой вам подарить. Ну я выбрал по трактатике, он говорит, ну пусть вас Бог благословит, и пошел. Я его догоняю, говорю, извините, может вам помощь нужна какая-то? Он говорит, нет. Я говорю, а что происходит-то? Почему так? Ну он ничего не объяснил, он просто ушел. Я ему дал телефон нашей церкви, говорю, если вам будет материальная помощь нужна или еще что-то, обращайтесь. Вот вам телефон записал, он так и не позвонил. Друзья, то есть вот интересный человек, бомж, но я не про такого бомжа. Вот представьте себе, бомж, например, заходит в собрание бомж, который живет на улице, у которого своего дома нет, он заходит в грязной одежде, он заходит в одежде, которая там пахнет нехорошо, и вы ему говорите, друг, почему ты в такой одежде зашел? Разве ты не знаешь, что на собрание нужно ходить в чистой одежде, нужно одеколом себя побрызгать там, или по крайней мере умыться и так далее? А он скажет, я бы рад, но у меня нет, у меня нет этого. А представьте, человек, который живет в хорошем доме, у которого есть папа с мамой, ванная, есть у него душ там и шампунь, и там не один вид там, да, и там всякие еще разные штуки, о которых мы даже не догадываемся. Вот. И вот, и он приходит, и много одежды, и он приходит в собрание в такой одежде, как пришел бомж. Вонючий, грязный. И ему скажет, друг, а почему ты так пришел? И ему нечем оправдаться. Он уже не может сказать, что у него нет. У него есть, просто он не воспользовался. Друзья, вот восьмая глава, она как раз таким людям посвящена, у которых есть доступ к благодати, у которых есть мир с Богом, у которых есть новая одежда, а они ходят в старой одежде. И Павел говорит, зачем вы это делаете? Вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. У вас уже нет этой привязанности, у вас уже не действует закон греха и смерти. Вы уже не бомжи, вы уже святые, вы уже свои люди, свои Богу сограждане святым. Зачем вы живете так? Не надо так поступать. И он это говорит очень откровенно, это очень определенно это говорит. А потом он говорит, но если вы все-таки так будете поступать, если вы будете продолжать жить по плоти, хотя вы освобождены Христом, то, то знайте, что эта одежда к вам снова прирастет, то вы умрете. Вы умрете. Друзья, опять-таки сейчас мы нередко слышим мысли, что человек совершил, ничего страшного там и так далее. Друзья, мы это во второй день говорили, что грех это очень, первый день грех это очень страшно. Друзья, грех страшен тем, что он приведет вас к смерти. Будете жить по плоти, то вы умрете. Так конкретно говорит Священное Писание в Постании к Римлянам. Вот. После этого апостол Павел переходит к тем благословениям. Давайте мы их перечислим. Итак, первый стих. Первый стих восьмой главы Послания к Римлянам. Первое благословение человека, который живет по духу. Человек, который живет по духу, а не по плоти. Первое благословение. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Живешь по духу, какое благословение? Нет осуждения, друзья. Нет осуждения. Это ярчайшее благословение. Это первое благословение, которое в этой главе показывается. Хотим жить без осуждения. Без осуждения совести. Без мук своих собственных каких-то совести. Без осуждения внешних. Без осуждения Бога, друзья. абсолютно чисто, свободно, спокойно, без осуждения, друзья, надо жить по духу. Это не означает, что мы не согрешим никогда, но за наши грехи не будет осуждения, потому что это грехи борьбы нашей, то есть мы согрешаем, но мы не хотим этого, мы боремся, и мы живем по духу, мы стараемся жить по духу, друзья, и такому человеку осуждения нет. Знаете, я расскажу про себя пример, он не скромный, но расскажу. Я учился в школе, хорошо учился в школе, то есть я рассказывал про свою школу, что меня родители не заставляли, наоборот, отговаривали учиться, но тем не менее я очень любил учиться, меня хлебом не корми, дай поучиться. И я учился очень хорошо. И когда заканчивали 9 класс, то как раз тогда был период, когда и сейчас так, но тогда это только началось. В 10 класс надо было переходить через экзамен, то есть школа не хотела принимать в 10 класс учеников. Они говорили, идите в ПТУ, идите куда угодно, но в 10 класс не надо идти. Но они должны были учить 10 классу, и поэтому они придумали строгий экзамен. Строгий экзамен, и на этом экзамен нужно было сдавать очень много предметов, и тогда тебя переводили в 10 класс, если ты сдашь этот экзамен. Вот так в нашей школе было. И я про этот экзамен благополучно забыл. Я не знаю даже почему, я просто гулял в этот день, где хотел, и абсолютно случайно зашел в школу. И вот я захожу в школу, смотрю здесь народ, что-то происходит. А я хотел в 10 класс, конечно, я хотел в 10 класс. Стычая учительницу, как помню сейчас Елену Викторовну, говорю, Елена Викторовна, что происходит-то? Что все здесь? Она говорит, как что, Денис? Экзамен сдают? Какой экзамен? Ну, в 10 класс. И тут я вспоминаю, точно, ведь экзамен в 10 класс. Как я мог забыть? А, что делать? Вот. Я говорю, а что мне-то делать? Она говорит, ничего не делать, тебя и так перевели, говорит. И она так говорит, ладно, мы тебя и так перевели. Почему? Я очень хорошо учился. Ну, не знаю, почему они меня перевели. Вот. Друзья, вот знаете, какой момент? Вот ошибся, забыл, но осуждения нет. Не ругали, ничего. И директор говорит, да, пусть не скучится. Вот. Вот так вот. Знаете, вот где-то вот такой момент. Вот нет никакого осуждения. Вот те, которые во Христе Иисусе живут по духу, хотят жить по духу. Им нет осуждения. Даже ошибки, даже на их ошибки Бог снисходительно смотрит. Не то, что он их покрывает. Нет. Он просто понимает, что мы стараемся жить по духу. Мы все прилагаем, чтобы жить по духу. Ну да, оступаемся. И Господь нас утешает. Он говорит, ничего страшного. Все будет нормально. Ты давай вставай и иди дальше. Он не будет говорить, а, вот ты упал. Все, попался, да, попался. Я вот долго за тобой наблюдал. Ты споткнулся. Все, теперь я тебя поймал. Нет. Человек старается жить по духу. Он идет в эту сторону. И Господь говорит, давайте помогу. Ты упал, давайте помогу. Иди дальше. Без осуждения, без упреков. Иди дальше. Друзья, нет никакого осуждения. Это благословение того человека, который живет по духу. Дальше, друзья, тринадцатый стих говорится, если живете по плоти, то умрете. Проклятие, проклятие того, кто живет по плоти. Да он, он верующий человек. Он получил благословение, вот соприкосновение с Богом. Как в Постанике евреям написано, что этот человек, смотрите, однажды просвещенные, вкусившие дары небесного, соделавшиеся причастники Духа Святого. То смотрите, какие люди, да, а живут по плоти. Просвещенные, соделавшиеся причастниками Духа Святого. Они, вкусившие дары небесного, живут по плоти. И к чему это приводит? И отпадшие, да. И Павел пишет, по плоти умрете. Да, вы причастники Духа Святого, но вы умрете, потому что вы живете по плоти. А благословение того, который живет по духу, какое благословение? Живы будете. Друзья, это человек, которому впереди жизнь. Одна бабуля, пожилая женщина, неверующая, она пришла в церковь и говорит такие слова, мне уже 85, пора подумать о будущем. Ну, что значит? Надо жить. Ей хочется жить. Она пошла в церковь, она где-то слышала, что надо каяться. Она пришла в церковь, чтобы покаяться, чтобы жить. Друзья, живешь по духу, жив будешь. Живешь по плоти, умрешь. Какая лучшая перспектива? Друзья, 16 стих написано, я уже сокращаю немножко, они дети Божии. Те же люди, которые живут по духу, они дети Божии. Те, которые живут по плоти, они тоже дети Божии, друзья. Но, но какие дети Божии? Знаете, к сожалению, бывают случаи, когда и ребенок, а как чужой, и не живет интересами семьи, а потом и отходит, и как будто его и нет. Друзья, а вот живущий по духу, угождающий Богу, он дитё Божие. Наследники Божии, 17 стих, наследники Божии, да, Бог им приготовил наследство. Но об этом мы много говорили, поэтому не буду об этом подробно. 26 стих, интересный текст, друзья. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших. Это еще одно благословение того, кто живет по духу. Его подкрепляет дух в немощах, дух святой подкрепляет его в немощах, он наполняет его силою, он дает ему свое подкрепление. Тут написано, даже человек не знает, как молиться, а молится, и дух святой корректирует его молитву, дает ему правильное направление, ходатайствует за него. Он видит усердие этого человека, он видит, что он желает жить по духу, и дух святой помогает ему, дает ему свою силу, дает ему свое ходатайство, исправляет его недочеты, даже молитва его корректирует так, чтобы Бог правильно все было услышано, как нужно. Друзья, это благословение именно человека, живущего по духу, который получает помощь от Духа Святого. Дальше, друзья, 28 стих, мы сегодня о нем подробно говорили. Живущий по духу, друзья, ему все содействует ко благу. Это еще одно благословение человека, живущего по духу. Вся обстоятельства жизни содействует ко благу. 31 стих. Бог за этих людей. Что же сказать, если Бог за нас, кто против нас, мы тоже об этом уже сегодня говорили. Это тоже благословение человека, живущего по духу. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Это ходатайство Бога. Это ходатайство, друзья, это оправдание. Это 33 стих. Христос ходатайствует за них. Друзья, очень много благословений в этой главе обещано тем, кто решится жить по духу. И самое главное благословение, мы уже сказали, что Бог будет с нами, и никто не сможет нас отлучить от Его любви. Друзья, в общем-то на этом наше занятие заканчивается. Послание к римнам продолжается, а наше лагерь заканчивается на этой ноте. Я хотел бы, друзья, призвать нас всех, чтобы мы не просто услышали. Помните, с чего мы начали самый первый день? Я спросил, зачем вам еще тысяча первая проповедь? Помните, да? Вы уже их много слышали. Зачем вам еще несколько часов сидеть здесь на собрании и слушать проповедь? Друзья, и ответ на этот вопрос был такой. Хорошо нам не просто получить новую информацию. Хорошо, чтобы если бы мы в нашей жизни приняли решение, какое-то может быть одно решение, может быть два, но это решение, оно бы реализовалось в конкретных практических делах. И я бы хотел, чтобы, друзья, этот цикл бесед, который мы вместе с вами провели, он бы закончился двумя вашими решениями. Первое решение – это всеми силами возненавидеть грех, всеми силами отдаляться от греха. И второе решение, связанное с первым – жить по духу, чтобы не оправдывать себя и не утешать себя, что я христианин или я христианка, и не смотреть на других, которые живут хуже, чем я, а взять себе в пример апостолов, взять себе в пример тех людей веры, о которых мы тоже с вами говорили, взять себе в пример самого Иисуса Христа и стремиться подражать этому образу, стремиться жить по духу в нашей христианской жизни. И я гарантирую вам, а я могу это гарантировать, потому что это гарантирует Слово Божие, я передаю только Слово Божие, что вас на этом пути ждет огромное количество благословений, таких благословений, которые вы и даже и не можете себе представить. Пусть вас в этом Бог обидает.